Это Даг Де Муро, и сегодня я расскажу новости про мой универсал Ауди РС2 и про все свои остальные машины. Расскажу, что сломалось, с чем были проблемы, давайте все это обсудим. Но начну я с РС2. Я купил его где-то полтора года назад и не снимал с ним практически ни одного видео с момента покупки. Я всем рассказывал, как я был рад, наверное. Вам интересно, что с этой машиной? И насколько надежной оказалась 30-летняя Ауди? Так что сегодня давайте обсудим это и остальные мои машины. Поехали! И прежде чем я начну, обязательно зацените Каосенбитс, мой автолюбительский сайт с аукционами для крутых машин современной эпохи. Теперь еще с тремя бесплатными лотами. Вы можете бесплатно выставить на аукцион свою крутую машину и продать вместе с Каосенбитс. Недавно у нас были фантастические продажи, включая этот универсал Mercedes-E63 AMG, продан почти за 120 тысяч долларов. Эта прекрасная Mazda RX-7 FD принесла больше 52 тысяч, а также этот Nissan GT-R 2012 с отличными модификациями продан за 68 тысяч. Если вы подыскиваете или продаете крутую автолюбительскую машину современной эпохи, Каосенбитс то самое место с ежедневными аукционами и отличным выбором на Каосенбитс.ком. Ладно, мой RS2. Для начала напомню. Это мой маленький синий универсал Audi. RS2 это совместный продукт Porsche и Audi. Две эти марки совместно создали эту машину. У Porsche в то время были финансовые проблемы в начале 90-х, а Audi был нужен как бы спортивный авторитет. Они хотели доказать миру, что, ну знаете, могут играть на том же уровне, что и BMW, и Mercedes, и им была нужна помощь с получением этого авторитета. Посему они взаимовыгодно объединились и создали RS2. Один из первых заряженных универсалов. По сути, 94-95 год. Создано было лишь 2600 экземпляров, и в истории обеих марок это важная машина, особенно для Audi. Это первая RS машина от Audi, теперь это уже целая линейка машин RS, и это был один из первых быстрых универсалов, и первая машина, в которой использовали знаменитый цвет Audi Nagar Blue. Тогда его называли RS Blue, позже название сменили на Nagar Blue, сделав при этом доступным для не RS машин. Но в любом случае, в Соединенных Штатах RS2 никогда не продавался, но мне эта машина очень нравится, я люблю быстрые универсалы, очень хотел эту машину, и в общем, я импортировал ее из Канады. Новые ее продали в Германии, затем большую часть своей жизни она провела в Японии, последние 10 лет в Канаде, а теперь она в Штатах, то есть машина перемещалась между странами и континентами. Ну и вот что с моим RS2. Я купил его в октябре 2020, так что он у меня уже где-то полтора года. Я купил его с пробегом 152 тысяч километров, сейчас на нем почти 158 тысяч километров. Для британцев и американцев это 94 тысячи миль при покупке, и 98 тысяч сейчас. То есть я проехал где-то 4000 миль, ну или 6000 километров, грубо говоря, за 18 месяцев. Это не так много, но знаете, у меня 4 особенные машины, на каждой я езжу, всего у меня 6 машин, и мне не надо ездить на работу. То есть 4000 миль за 18 месяцев довольно неплохо, учитывая все обстоятельства. И причина, по которой я ездил на ней относительно часто, учитывая, что, ну знаете, эта машина просто для развлечений, я стараюсь ездить на ней так часто, как только могу. Если у меня есть возможность, я сажусь за ее руль. И сильно ей наслаждаюсь, очень, очень, очень нравится. В ней очень весело, и я стараюсь пользоваться ей в любой возможный момент. По факту на RS2 я привез домой ребенка из роддома. Когда он только родился, уверен, что это был первый малыш в Америке, которого везли домой из роддома в Audi RS2. Довольно круто, честно говоря, это было 21 сентября. И если честно, также я езжу на ней по домашним делам. В ней всегда стоит детское кресло. Я вожу на этой машине ребенка, вожу в этой машине собаку. Отличная семейная машина. Ее создали из семейной машины, так я ей пользуюсь. Но, вероятно, вам интересно, были ли какие-то проблемы. 30-летняя Audi, какие вскрылись проблемы. И скажу вам, что на удивление вообще никаких проблем. 18 месяцев и на удивление никаких проблем. Ну, как бы. Ладно. Силовая установка. Силовой установкой RS2 у меня вообще не было никаких проблем. И меня это на самом деле не особо-то и удивляет. Люди, которые думают, а, 30-летняя Audi, стопудово там куча проблем. Но если вдаваться в подробности и познакомиться с этими машинами, то окажется, что этот пятицилиндровый 2.2 Turbo знаменит своей надежностью среди Audi той эпохи. И их прокачивают, добиваясь действительно безумных показателей и тяги. А также они способны на безумно длинные дистанции. То есть мой пробег 98 тысяч миль – ничто для этого двигателя. Периодически встречаются S6 из той эпохи с таким же мотором, но меньшей мощностью и пробегом 200-250 тысяч миль. Так что эти двигатели способны на действительно большой пробег. В моей машине один из таких. Отчасти это благодаря самому двигателю, как я думаю, отчасти благодаря прошлому владельцу, который невероятно хорошо следил за ним. Но, помимо силовой установки, и очевидно это более важный момент, поскольку я езжу на этой машине, помимо силовой установки, в остальной машине, скажем так, было несколько проблем. По большей мере с электрикой. Предупреждение о стоп-сигналах периодически выскакивает, будто стоп-сигналы не работают. Но они работают, и это не постоянная проблема. Она то появляется, то пропадает. Я иду проверять стоп, и все работает. Ну ладно. Окна то работают, то не работают. Вот безумный момент. Если я какое-то время не езжу на машине, то и окна какое-то время не работают. Если я не пользовался машиной неделю, то прежде чем заработают окна, пройдет минут 20. Если я не пользовался ей две недели, понадобится минут 45, прежде чем они заработают. В этом нет никакого смысла, но это так. И так было по сути с самого начала, как только я купил эту машину. Очень и очень необычно. Иногда загораются и другие предупреждения. Также бессмысленно. То индикатор ручника загорится, а ручник не затянут. Такое случается где-то раз в один-два месяца. С подобным приходится иметь дело. Старые Ауди, проблемы по электрике. Я не особо старался их чинить. В них нет ничего такого, и появляются они не так часто. Но они есть. И помимо этого, машина отличная. Я на ней езжу везде. И никто даже и не догадывается, что это. За 18 месяцев владения только один единственный человек подошел ко мне и сказал, что знает, что это. Такой Вау, РС-2. Такое было только один раз. Иногда люди узнают самого меня, бывает. Но никто. Ну, то есть, машина вообще неприметная. Даже среди прошаренных автолюбителей. Это не особо известная машина. Но остальные машины, вероятно, вам интересно, что с ними. Значит, мой Land Rover Defender 2020. Новый зеленый Defender. Проехал уже больше 48 тысяч километров. Я купил эту машину на той же неделе, что и РС-2. Около 18 месяцев назад. И он был совершенно надежен. Он постоянно им пользовался в долгих поездках. В Феникс, в Лас-Вегас, в Лос-Анджелес. Четыре раза я пересек на нем всю страну. Этим летом сделаю это еще раз. Итого будет шесть поездок. И с ним все было отлично. Очень хороший автомобиль с легкостью наоматывает мили. Я не то, чтобы прям очарован этой машиной так же, как когда она только вышла. Сейчас они уже всюду. Если вы из большого города, то часто встречаете эти Defender. Но работает он хорошо, едет хорошо. И жаловаться мне не на что. Есть два момента, которые стоит отметить. Первое. Лобовое. Другие владельцы Defender сейчас кивают, потому что знают о чем я. Лобовое под прямым углом. И очень уязвимо для пролетающих мимо камней. И подобного. В мою первую поездку через страну, сразу после покупки, в лобовое прилетел камень. Стекло треснуло. Я был очень напуган. Но, боже, его надо заменить. Я позвонил дилеру и заменил его максимально быстро. Ну и угадайте что. На моем втором лобовом уже три такие же трещины. И я решил, ладно, теперь лобовое буду менять только перед продажей. Оно с подогревом, замена стоит 1500 долларов или что-то вроде того. Может и дороже. Это дорого. И я заметил, что на других новых Defender, если они мне встречаются, даже у меня на районе есть парень с таким, и у него на лобовом две большие трещины. Значит такой момент. И если честно, это относится и к этой машине Гелендвагену. Такая же проблема у Хаммеров. В машинах с плоским лобовым под прямым углом. Они так и напрашиваются, чтобы в них что-то влетело. У меня есть приятель с Гелендвагеном, и он менял на нем лобовое три раза за один год. Я так не заморачиваюсь, но это происходит, и Defender не исключение. Другая проблема с Defender его люк. Сейчас он не работает, и с самого начала у него были проблемы. Какое-то время после покупки он работал, затем перестал, дилер это починил. Он почти тут же снова перестал работать. Я вернулся, мне сказали, надо ждать запчастей, поэтому я до сих пор его не починил. Но само собой починю. В остальном, надежная машина. Вот этот кабриолет Гелендваген G500, я ездил на нем каждый день. Купив, я ездил на нем практически каждый день. Теперь он у меня уже два с половиной года, и первые полтора я из него не вылезал. Но потом купил RS2, и мне просто нравится, что он на механике. Я соскучился по тому веселью, которое можно получить с RS2. И RS2 чуть больше подходит для семьи. У него есть задние двери. И теперь на гелике я езжу не так часто. Я проехал где-то 21 тысячу километров за первые два года. Но за последние семь месяцев я проехал только 1600. Я не так часто им пользуюсь, как раньше. Кроме того, эти машины очень подорожали. Это безумные причудливые автомобили. Я заплатил за него 133 тысячи, когда покупал. Сейчас он где-то вдвое дороже, думаю. Это за два с половиной года. Цены на такие гелики сейчас наклины. В целом на гелики, особенно на кабриолеты. Особенно кабриолеты с автоматической крышей. Так что ездить на нем стало как бы тревожнее, чем раньше. Да и просто он не особо практичный. Но я не попадал с ним в передряги. Один раз его надо было буксировать. Это было уже год назад, может больше. Я об этом рассказывал в прошлом подобном видео. Но помимо этого, все было отлично. Едет как надо. Это надежные машины, очень надежные силовые установки. И на гелик у меня особо нет никаких жалоб. Идем дальше. Ничего такого. Но две другие машины. Желтый Land Rover Defender сейчас живет на восточном побережье. Я перевез его через всю страну. Он больше не в Калифорнии. Не в ближайшее время, как минимум. Пару раз я ремонтировал эту машину. И похоже, что все прошло хорошо. Он едет и справляется со своей задачей. Тут особо не о чем рассказывать. Ford GT. Точно так же. Никаких жалоб. Никаких проблем. На этой машине я тоже много ездил. Пользуюсь ей постоянно. По крайней мере, каждую пару недель. Я езжу на нем куда-то подальше. И вообще стараюсь пользоваться им как можно чаще. Отличная машина. В ней очень весело. Она очень надежная. На удивление. Я очень наслаждаюсь. И на старый добрый Ford GT у меня нет никаких жалоб. Но на этом все. Это были новости про мои машины. Если вам интересно, не покупаю ли я что-то новое, ответ нет. Не в ближайшее время. Мне нравится мой флот. У меня нет больше места в гараже. Машины негде парковать. И не скажу, чтобы я что-то прям очень сейчас хотел. Вероятно, я бы заменил свою машину на повседнев Defender. Купив эту машину, я взял расширенную гарантию до 100 тысяч миль. Но с момента покупки теперь я езжу намного больше, чем тогда. Часто езжу в Лос-Анджелес и Орндж Каунте. Это поездки по 2-3-4 часа в пробках. И хотелось бы мне иметь машину с лучшими технологиями автопилота. Не думаю, что я заменю его в скором времени. Думаю, что Defender будет у меня еще хотя бы 1-2 года. И вероятно, я проеду 50-60 тысяч миль. Но проехать все 100 у меня нет такой цели. В остальном, не знаю, мне нравится моя машина. И сейчас все стало безумно дорогим. Поэтому я не задумывался о новых покупках. И это были новости из гаража Дага. Продолжение следует...